Посещение предприятий Славинского района традиционно входят в график рабочих встреч главы муниципалитета. Роман Синеговский познакомился с производством одного из крупных перерабатывающих предприятий района – закрытого акционерного общества райпищекомбината «Славинский». Райпищекомбинат входит в пятерку крупнейших производителей вина России. В ассортименте 150 наименований продукции – столовые и шампанские вина. Руководитель предприятия Игорь Завгородний показал главе района Роману Синеговскому и специалистам администрации производственные мощности завода. Он рассказал, что завод работает на полную мощность, сохраняя опыт и традиции прежних лет, обновляется оборудование. Сегодня 90% производства оснащено импортной высококлассной техникой. В беседе с руководителем завода глава района подчеркнул, что сохранение, развитие и стабильность таких предприятий – это залог экономического роста всего муниципалитета в целом. Роман Синеговский призвал руководство и дальше заниматься модернизацией и искать новые точки экономического роста фирмы. В свою очередь администрация всегда готова к сотрудничеству с бизнесом и содействию в решении трудностей. Также глава района пообщался с работниками райпищекомбината. Приятно, что много рабочих в целом работают на предприятиях Украинского района. Для нас это рабочие места. Многие из сотрудников завода приезжают на работу из близлежащих городу поселений, в частности, станиц Анастасиевской. Вопрос, который волнует их сегодня – это транспортное сообщение с промышленной зоной Славенска. Глава района поручил службам изучить возможность и наладить пассажирские перевозки так, как будет удобно людям. Мария Горошкова, Георгий Калинин, программа «События».